Всем привет! Вы на канале Шибкина. Меня зовут Павел, её зовут Эмма. Сегодня мы посмотрим на скрепы. По телевизору очень любят говорить за нравственность. Говорят такие, вы как? Как ваши скрепы? Как ваша там нравственность? Как там поживают вот эти люди, которые получают по 60-100 тысяч в месяц? Чё вы скрепы не скрепляете? Как это вот скрепы? Новая ниточка нужна, чтобы скрепа скреплялась. Да. Добрый день! Может ли многодетная семья выжить? Оказывается, может. На 560 рублей в месяц. На сколько? На 560. Вопрос. Я хочу класть. Нашли мы подходящий выпуск. Нам его прислали. Он у меня был в рекомендациях. Он был, и мы в рекомендациях ей прислали. Не хотел. И не хочу. Мужское и женское. В доме, где они живут, жить невозможно. Я как бы работаю таксистом. Их перевозил, то есть в долг. Данил хочет лишить Владимира Татьяну Пимурзина родительских прав. Все-таки, когда-то не отдали деньги с аппаратиста. Да не у Пачка вообще. Ждем в следующей передаче гостя. Водителя маршрутки. Чуть-чуть продуктов. Пару бутылочек водки. Сколько стоит услуга? 600. А продуктов они на сколько покупали? Бывало там даже на 1000. Едать срать копать. Паш, поехали. Ваш на такси. 240 рублей такси. 240 рублей купимку. А кушать в Ашане, да? У них странное распределение всего, что вообще может быть. Они покупают немного продуктов, но на такси тратят больше, чем продукты. Нанести тяжело пока. Мы вот почему с тобой мало в Ашане покупаем? Нанести-то тяжело, понимаешь? Была бы машина, а запихнула. Так не получается. Не, ну таксист еще вообще жалуется. Получается, магазин выигрыши. Он выигрыши. Все выигрыши. Дома холодно. Вы представьте, дома в стенах дырки аж. Потолок рушится. И в этих условиях живут дети. Так, слушайте, у нас так дорого стоит содержать ребенка, что в такие условия можно опуститься из нормальных, даже при наличии одного ребенка. Мне очень нравится, что ведущий всегда подчеркивает, в этих условиях живут дети, да? Нет, дети живут иначе. И там видео, и там дворец. Такой красивый гильджики, и там дети на кровати. Да, взрослым можно пожить. Ну, конечно. Там плесень, да, там дети. Да там и взрослые, Юль, да, боже ты. Да ему похуй, взрослые. А сколько там детей-то? Ой, насколько Димка мне рассказывал вообще по идее, у него 12 детей. Ты можешь, получается, получить образование учителя, открыть свою школу и свой класс из 18 человек сформировать, и будешь получать за обучение своих детей деньги. Сколько? 20 тысяч? 20 тысяч. Скажешь, я готов на полную занятость. Берешь 20 ставок и обучаешь своих детей полноценно, и получаешь 180 тысяч. 20 ставок не получится никакой. 180 тысяч получаешь учителем в себе, обучая своих детей. В какой стране? В России так не получится, какие драфы? В России получится. Надо просто открыть школу, набрать туда 18 детей, сказать, больше никого мне не надо, и обучать своих детей за деньги. Я бизнес-тренер! У отца этого семейства? У отца этого семейства. Так, а в этом доме в ужасном скомпании лежат? А в этом трое. Я понял, почему мы сейчас обозреваем. Мы недавно на стриме начали проходить игру Resident Evil деревня. Где там, короче, европейская деревуха. Но тупо Россия. Что-то все плюются и говорят хоррор, но по факту там просто показывают российскую деревню и говорят, смотрите, как люди живут. Там зомбари животные бегают, едят. И этого не заметили. Ты понимаешь, что тут люди на такси за водкой. Если водки нет, магазин закрыт, они превращаются в оборотней, которых ты видела в игре. Все, все. Оп! Здравствуйте, а Татьяна где? Мама, иди сюда! Кухня вот она. Воды нет у нас. Вот это надо супчик с лапшой. Супчик с лапшой. Слушайте, мне все равно, вот сколько бы раз я не получала ответы, вопрос у меня остается без фактического ответа. Вопрос звучит так. Как? Умеет такое количество народа на одной территории, можно трахаться, чтобы дальше тоже снова забеременеть. Да. А когда последний раз у нас съедут? А, у вас тут провода. Да. Ананас! А когда последний раз у нас съели? Не помню. Сняли ананас, трижды в кадре выпустили, и такие, о, ананас! Это изначально плохой вкус? Нет, ну правда. Признак плохой квартиры? Нет, просто он очень контрастирует. Вы же понимаете, что такой монтаж и мы можем использовать? Покажите, что у вас в холодильнике. Вот у нас все есть, все. Ну и срач, боже мой. Порожок, лисик сварен, югурт. Как так жить можно в такой грязи? Что это? Булочка, очень вкусная булочка. Брось булку. Котлеточки детям пожар. Зачем вы только детей кормите? Что за ужас? Да какое вкусное, вижу оно протухшее уже. Где у вас туалет? Боже мой, ручка-то отвратительная. Ужас. У вас даже сидушки нет. Засранцы. За этим столом кушаем только. Вверху Дима у нас, внизу от Максима с Валерой. Каждый день убирается. Вы понимаете, да, если вы будете покупать хлебушек, макарошки, ананас, провода, лучок, картофан, водичка. Вы сможете сэкономить такое количество денег за несколько лет? Понимаете, сколько вы жрёте? Вот сколько вы просираете в свой унитаз вы вообще? Думали когда-нибудь? У меня... Я вот сейчас задумалась. У меня одна аналогия. Если ты хочешь вырасти домофикус, ты будешь делать всё, что положено, по интернет-ресурсам, и у тебя будут отпадывать листики. Другой человек иногда писает в фикус, и он растёт замечательно. Да. Неожиданно, но факт. Сетра встаю, убираюсь. Пыль вытирать, да? Да. Тут не только обои нужно изменять, тут и проводку делать, тут вон. Пыль убрать, паутинку сверху убрать, провода закрепить, конечно. Жить можно. Так а никто не спорит, понимаешь, зачастую-то так всё есть. В этот дом привели бы какого-нибудь политика, который сказал бы, ой, тут же всё хорошо, посмотрите, приклеили, смотрите, ещё едва, а что такое? Ну, часто такое вижу. Мы страдаем, дети наши страдают, то, что недостаток, кто вдоль не видит у нас, конфет тоже там. Помогите. Мы видели ананас, алё, вот не надо врать сейчас вот эту царскую жизнь. Красную икру съели вчера просто, а этот ананас остался. Да, если серьёзно, я знаю, какие вопросы у вас сейчас в голове, ответ на них вы не получите, не беспокойтесь. Какой вопрос? Они сами знают, какой у них вопрос. Не получите. Потушите жопу. Дети сами подрабатывают, ищут деревню, чистили снег, и мама не работает. Ну хорошо, что она. Она уже давно не работает. Ну, блин, зачем? Пожалуйста, всю жизнь. Зачистку снега, честно, где платят-то, боже мой? В некоторых городах губернаторы устраивают такие эти конкурсы. Ой, снег много выпал, а субботник у нас. Нет, там вот, смотри, у моего отца, например, логика такая. Он, в принципе, её и не скрывает. Вот я могу, конечно, сам, да, на крышу в 55 лет полезть там, но там же таджики вокруг холят. Я им деньги заплачу, да и всё. Вот, вот они зарабатывают, понимаешь? Не судите, как мы живём. а посмотрите на себя. Грязный. Грязный дверечек надо постирать. Всё, сворачивайте уточки. Ноги жирные, кондиционера нету. Господа, сворачивайте уточки, жопы закрывайте пробкой и идите, работайте. Работайте, а! Чё сидишь? Булку бросите, а потом... Дёма, никакой, как у всех. Такая судьба у нас. Вы выжили бы здесь, я посмотрел бы на вас. Вообще, мне нравится, идите. Нахуй. А, мне нравится, он, получается, вот этот мем показал. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Нахуй. При этом всём возвызил себя и оскорбил всех остальных. Окей, я уже привык к этому. Но, если бы я там оказался, я бы делал ремонт, типа. Ну, серьёзно. Если бы я там оказалась, я бы не оказалась, я бы... Тебя приходит... Не спрашивай. Военком! Ой, блядь. Не спрашивай ничего. Военком говорит, всё, я сейчас собрала булку, бросила, со мной уехала. Я в Израиле. Всё, тебя увозят в деревню. Я согласна, я в Израиле, я призываю. Расстрельный отряд окружает этот дом и говорит, булку брось! Бегом! Живи тут теперь! Будешь отсюда надолго уходить, расстрельный отряд за тобой пойдёт. Я, короче, военком скажу. Материалы давай строить буду! Буду строить, всё. Их вышвырну оттуда, они там мне не нужны. Ты же не понимаешь, что ты согласишься на быть участником рабовладельческих отношений? А кто у нас не участник рабовладельческих отношений? По Трудовому кодексу Российской Федерации. Кто много зарабатывает, тот не учёт. Давай так, кто из наших зрителей, проживающих Российской Федерации? Садись, садись. Садись, садись. Каким алкашизмом? У нас всего 560 рублей получат. Садись, садись, давай. То есть вы не пьёте? Вот, святые 560 рублей появились. То есть вы не пьёте? С чего? С чего? 560 рублей. Самогонку можно делать. И не запрещено законно. Лифры самогонки 40 рублей стоят, кстати. Не запрещено даже самим делать. Можно делать из ягод, из тути-фрути, из сникерса, из киндера, из чего угодно. Из какашек можно из навоза делать. Да. Сколько у вас детей, скажите, Володь? Четверо. Сколько у вас всего детей? Не в этой семье, а всего? Всего семер. И до вагинутся. А где ещё? Ну и один там был. Ладно, четверо. Какая разница? Вы четверо попробуйте прокормить. Слушайте, если у вас есть ребёнок и вы хорошо живёте, я молюсь на вас. Я молюсь. Я даже не отрицаю. Я абсолютно не считаю, что так смогу, поэтому пусть свят ваш союз. Кто вам даёт эти 560 рублей? Ну, детский получает. Детский? Это единственный ваш доход? Да. А почему вы не работаете? Нет, я слышала, что у нас, конечно... Работа это одни расходы. Детский платит очень мало. Ну, а ещё я слышала, что очень много. Это, кстати, в моей голове никогда не уважится, потому что я видела скриншоты того, какие детские мамочкам поступают. Там не то, что плакать, там ржать конём хочется. Вот до слёз уже не доходит дело. А потом я узнаю, что у многодетных оказывается ещё грибут лопаты. Ну, они, правда, и тратят, конечно, много, но грибут лопаты. И я вот думаю, а где вот эта грань-то, когда ничего становится всем? А многодетные это два ребёнка? Три. Да, блин. У вас доход в месяц какой? 14. Как давно вы устроили? Ну, государство мне дают 560 рублей, поэтому я вправе говорить, что 14 тысяч сюда не входит. Да. То есть, зарплату вы ещё не получали? Нет. Обещают вам платить 14 тысяч? Да. А зачем вам деть? Потому что Бабки, бабки, сука, бабки! Boy next door. Один появился, говорю, когда чем? То, что один появился, говорю, и пошло. Один дядя попросил, один дядя попросил рожать, так я и делаю, блядь. В общем, делаем детей. Выполняем госзаказ на детей. Один появился, за него не давали материнский капитал. Нужен был второй, правильно я понимаю? Да. Из-за материнского капитала родили второго ребёнка? Да. Самый честный человек на планете, блядь. А я не знаю, даже можно рибок набить-то. А он... Не, я тебе говорю, ты чё, вообще слово плохое сказал? Нет. Выкини его из лексикона, человек абсолютно честен. Элла, понимаешь, он сказал нормальную вещь, как бы если... А чё, государство, если предлагает бабосики? Ну такое-то самое. Просто говорят, родишь одного, никакой поддержки не будет, второго, дадим тебе капельку денег. Сейчас за первого дают, если что. Это не совет. Вы на эти деньги купили вот эту помойку? Да. В которой вы живёте? Да, да. Зачем? Я не помню, не знаю, какая-то область, но в Петербурге, например, только пол такой помойки можно купить на материнский капитал. Да, не пол, стены только. А то ж нам реактор так купил. Кто купил? Реактор. А чё к нему вообще лезть? Он с реактором общался. Что ректор сделал? Он купил вот этот дом. Вы этот дом видели, когда покупали? Нет, не видели. Почему? Сказал, я купил вот дом. Вам может показаться, что это некий приступ шизофрении, но я вам сейчас объясню. Недавно с Пашей мы тоже так на фончике включили тоже там какую-то серию и там было про такие случаи. Так вот, я вам скажу! В провинции так заведено за материнский капитал покупать жильё, ну если это можно назвать жильё, не глядя. Бомжи живут в лучших условиях, чем состояние этой квартиры. Получить таким образом разницу получить на руки. Там, короче, собрались люди и орали друг на друга и получилось так, что женщины в большинстве своём такие говорят, купили мы на маткапитал этот дом, нам сказали, типа, оно стоит нам 300 тысяч, а нам ещё 150 кинут сверху. И вот всё, и мы, короче, как бы обналичили маткапитал. А нас кинули, короче, хата плохая, а деньги нам не дали. И вот. Они говорят, что не хотели обмануть всех и нарушить закон, а в итоге обманули их, оказывается. И мне их не жалко, я не знаю почему. Если вам жалко по своему рассказу этих женщин, ну, посмотрите тот выпуск. Когда деньги... Сколько это... Почему вы не пошли посмотреть, какой дом вы покупаете? Дети. Я работал. Он в тот день работал. Ей тоже логично. Я тоже не пошёл, он мне дела. Жаль, что на другой день передести осмотр. То есть жена ваша видела, что она покупает? Не видел. Почему? Потому что она не показала. Я показал, деньги рассчитайте, тогда вы увидите одну. Обманули. Да. Вот так бывает. Папаш, пожалуйста. Абсолютно любого человека, когда начинаешь так говорить... Хватит сарказму. Абсолютно любому человеку, когда начинаешь говорить «Нет, нельзя! Деньги вперёд! Давай, быстро!» И ограничившим во времени, он в итоге не соображает и начинает всё подписывать. Только тот, кто обладает немногом, немногом, разума в голове имеет, тот как бы берёт и говорит «Стоп! Дайте подумать!» И начинает думать. А если серьёзно, если бы они эти деньги заработали, а не получили? Они бы относились к этому всему вот чую я, что ну не так бы было. Ты чё, не знаешь, как обманывать, что ли? Это не первый класс. Это не первый класс. Какое это... Это первая группа детского сада. Кем являешься? Вор законный. Кличка. Мафиозник. Кстати, спирмент появились жвачки в моём детском садике. Я даже помню, мне папа покупал упаковку спирмента и орбит детский, розовый такой, сладенький. И я, короче, обменивала тут упаковку, знаете, на что? На деньги. И я сначала говорила, покажи. Только когда мне показывали, происходил обмен. И с меня тоже требовали, а ты покажи, что у тебя есть. В смысле, упаковка. А эти дети ходят ваши, которые сейчас с вами живут? Шо ходят. И как они учатся? Не знаю. Вы их отец или я? Ну, честно, психологи-то так и говорят, что надо давать им свободу и не мешать никак, не лезть в эти дела и прочее. Потому что он для материнского капитала родился. Это опять обналичивание материнского капитала. Ректор забрал эти деньги себе. Сколько денег вам вернули, когда вы обналичили? А он пытается развести его на... Сознайте преступление! А он же, подожди, он же не понимает, что это преступление-то. Мы не видели этих денег. А куда они делись? Риэлтор забрал. Шань, Ректор забрал. Риэлтор. Она правда их обманула. Я обращаюсь сейчас сразу к генеральной прокуратуре. К пупсиню и вупсиню обращаюсь я. Еще обращаюсь к Медузе Гаргоне, Чебурашке и Акакью Акакевичу. Влад Валакас, если слышишь, тоже к тебе обращались. Я пукнул. Вы услышали, что некий неназванный ректор или риэлтор, да, установить личность которого очень легко, подняв сделку. Как поднимать сделку будем? Следственный комитет такой, дело беспрогрешное. Мне кажется, ректор. Не рукой деланный. Не рукой деланный. Ты не читаешь мои мысли. Он не оставил там следы пребывания. И отпечатков пальцев вы там не найдете в сделке. Органы опеки видели, куда переселяют детей. Вот так глаза раскрыли, животные. Я вас могу поздравить, вы по крайней мере первый человек в этой студии такого наглого признания я вообще еще не слышала здесь. Просто даже у него мускул не дрогнут. А что у него? Чем я должен встать? Чего ты удивляешься? Извините. Да нет, он правда такой первый. Тебе логически кажется, что это типа норма. Норма. Вот, да. Но, если ты сам окажешься в какой-то ситуации, ты поймешь, что тебе стыдно в этом признаться. Это за какой-то, из-за каких-то денег. Ты мучаешь детей. А это все порицают. Подожди, вопрос, вопрос в том, либо я плохо отношусь с детям, и меня можно порицать за это, либо я отношусь с ним хорошо и говорю, да, из-за родительского капитала и что? В чем проблема? Просто тут ситуация, что человек плохо относится к детям. Окей, из-за материнского капитала и что? Новых детей, человеков в этой планете надо делать только из благих целей. В первом браке у вас сколько детей? Двое. А тех зачем родили? Да он даже не помнит, сколько им лет. Им по 35, а не по 32. Эгоизм. Вот из-за чего делают детей. Согласна. Все. Но у нас не принято в этом признаваться, что ты не понимаешь, что ли, господи? Вы знаете, вы сейчас будете удивлены, если вы вообще можете удивляться, но Наталья, ваша первая супруга, не может. Я хочу иметь такой же скилл. Вообще не выражать внешне никаких эмоций. Ты и моих ребятишек чуть до того не довел. Женщина. До кого того? Голос шикардосный. Я обожаю, когда улетит гул. Она шансон поет, если что. У вас было четверо. Вы родили еще двоих. Да, двойнишат. Ну как только вы родили от него, вы решили сбежать, чтобы хотя бы... Семь лет я прожила. Сейчас хоть зажила, мать. Молодец. Так похоже на мою бабушку. Ну я не жила, я существовала. Скажите, а он вас бил? Боите, что опять ударит? Да нет. Вот только страх, конечно, держится. Чего? Вот она такими же глазами такого большого кролика, которого мы рисуем в картик-пон, смотрит на мир и говорит, как он детей рожал. На экране появилась максимально приближенная фотография бабушки и мать. Недавно вам сообщил, что он собирается подать на старших детей и на ваших совместных. На алименты, вер? Было разговор у него такой. Не было. Мат-часть, ребята. У нас алименты платят только родители и дети. Ну и дети родители. И вот как бы тут получается очень какая несправедливая штука. Дети от родителей как бы выпросить алименты как правило не могут. Только если родители хотят, они их платят. Но тут объяснять не надо, да? Тебе, когда больше 18 становится, ты как бы никуда от этой повинности не можешь деться. А тебе не давали денег получать. Тебя не содержали, а ты как бы автоматически должен. И всем как бы пох... Справедливо это или нет. Наташа, Наташа, работай. Наташа, вы можете не бояться. Кишка танка. Вот ты чего получишь, а не алименты от детей. Потому что я обратился к вупсиню и пупсиню. И все, они мне ответили уже. Говорят, все, разберемся. Паш, не поэтому. Не поэтому. Знаешь почему? Потому что для того, чтобы чего-то истребовать у государства, а в данном случае как бы государство должно быть посредником. Правильно? Нужно либо мозги иметь, либо бабло. Вы понимаете, где вы? Солнечная система планеты Юпитер 0376. Кодовое значение моего. А вы зачем сюда приехали? Спросить помощь. Какой? Нормальное жилье у детей было. То есть вы хотите, чтобы мы вам сейчас квартиру подарили? Так, вы их уговорили по-то кем-то. Алло. Тут же понятно, что им сказали. Вы приедете в Москву. Понимаешь. К милым ведущим. Вам жилье дадут. Деньги дадут. Это же еще поверить надо. Иметь талант. Они приходят и их берут плеткой. Насуха, насуха. Насуха. Сарказ. Вещи собираете и едете в Москву. А зачем? Что вам надо? Денег. Денег. Дом купят, дом целый. Люди у нас добрые. Все хорошо. Идите, собирайтесь, собирайтесь. Собирайтесь свои помои и едите в Москву. А еще что вы хотите? Ну, чтобы помощь оказала денежную. Денежную помои? А сколько вам надо? А? Понятно? А ты что сидишь? Брось булку, иди это, проси. Так у него денег на булку нет. У него пирожок. Дешевле булки. Я не могу точно сказать. Ну, хоть примерно скажите, сколько? Ну, тысяч 15. Евро. Налом сейчас. А куда я пойду работать? Я не знаю. У нас в деревне выбросы не ночью. У нас автобус не ходит. Транспорции нет. Ребят, я знаю, какой у вас сейчас вопрос. У меня тот же самый вопрос. А зачем же если ты живешь в таких условиях и понимаешь, что тут очень плохо, зачем обрекать еще четверых людей на все это? Этот вопрос философский в наше время. Окей? Окей. Ребят, в комментариях под видео будет, короче, опрос. Пишите свои комментарии. Вы бы хотели жить в частном доме за городом? Без условий. В 10 километрах от города, допустим. маршрутка ходят раз в 3 часа. Окей? Или хотели бы жить в городе, в квартире однушки. В деревне не знали, когда на мой дом. А зачем вы туда поехали жить? У меня своя машина. Она настаивала. И бензин я тратил. Не буду вас водить по-другому. Али вы этот дом? Видишь, как просто. Ты находишь таких двух людей, настаиваешь, настаиваешь, они продают тебе детей дом, точнее, покупают. Сколько раз у вас детей забирали и почему? Ну, раз 5 точно. Это вы сдавали детей? Они подсовывают вам бумагу, что прошу в связи с тяжелой жизненной ситуацией. А, он тоже к ним обратится, видимо? Он к неже обратится, чтобы они с собой уже разобрались. Он такой вот любит общаться. Проходит полгода. Ничего не изменилось. Но они возвращают детей. Такой общительный человек. Хочу вот прям с ним сесть в кафе и пообщаться. Честно, я очень не люблю детей, но когда я представляю, насколько дети беззащитны рядом с подобными родителями и что те органы, которые должны их защищать, единственные, кто должен их защищать, в том числе этих родителей, не работают, мне реально становится жутко. Слава богу, что я никогда не окажусь в теле такого ребенка. Каждый из вас, кто платит налоги, собрал ей на материнский капитал, потому что материнский капитал складывается из налогов, которые и вы тоже платите. Так она продукты покупает, она платит тоже налоги. Барановская. Чего-то не сходится. Не вы ли там топите за рождаемость? Это то же самое, что человек сидит в тюрьме, мы его обеспечим, а он никогда не работал, а он никогда не покупал продукты, он, блядь, что, вообще не существовал на планете Земля? Комод. Абсолютно все публичные люди топят за то, что все другие рожали детей. То есть вы априори соглашаетесь на то, что вы будете давать бабло всем людям на мат-капитал, выплаты по беременности, по декретам Барановская просто забыла вот. Бумажку забыла, да, поднять? Она деньги, которые вы потом и кровью добываете, просто взяла и спустила в унитаз. Не, ну как сказать, на эти деньги ректор живет? Ректор себе квартиру купил. Кто-то же на эти деньги купил себе квартиру, понимаете, да? Хоть кто-то. Или покушал, покушал. Кто покушал? Ректор покушал. Можно за него порадовать. Своих детей, возможно, ростит на эти деньги ректор. И все. Мне нравится, что получается, тут сейчас разгоняют воду на тему того, что кто-то украл 300-400 тысяч. Хорошо. Давайте разгоним воду по поводу тех, кто ворует, ну не тысячи, а миллионы, а потом миллиарды. Конечно, стыдно за своих родителей, потому что бывает, они выпивают. Я пошел на воровство ради того, чтобы прокормить. он должен сказать, вы зря обижаете моих родителей. Я хоть сырюсь за них, но вы несете хуйню. Нет, у меня больше вопрос, ну смотри, вот ты всю жизнь видишь, да, одни и те же стены, все равно и те же плесни. одного и того же цвета, ну какашки, предположим, грязи, земли. Как можно этого стыдиться? Ну типа, ты же прикипаешь к этому, да? Я вот живу в хруще, да? Всю жизнь. А я не очень понимаю, какое чувство у меня где должно проснуться, чтобы я должна стыдиться того, что я живу в хруще. Ты должна начать общаться с людьми, у которых много денег. Да, предположим, хорошо. Как говорит Мефисто, очень много денег. А он, ты не начал. Я богат. Я богата. Да, мы богаты, а вы нет. Вот и знайте, мы богаты. А у тебя были счастливые моменты детства? Кто-то что-то мне подарил, или там, допустим, дал. В основном, бывавые соседи что-то подарят. Единственное, оправдание существования армии, обязательной, в Российской Федерации вообще можно быть. Да, он хотя бы сбежит туда. Для этого человека, это просто спасение. Он потом и контрактником станет, он будет полковником. И в принципе будет такое же лицо, что у нас сейчас сидит. Это же схема. Замечательно. Сосед вот подарил мне телефон. Второй раз вот родители мне телефон покупали. Мое уважение, мне соседи телефон не дарили. Ну что, соседи дарили. Давай посучим, судяшка. Мне только Митяй дарили. Подарите телефон. Я маленькая девочка. И заплачь. С нашим соседним, к любым. К бабушке напротив. Плакать просто это сильнее. И тушу больше надеси, что плакать сильнее можно было. А где было лучше? Дома или в детском доме? Лучше, конечно, в приюте, но, конечно, лучше дома нет. Кормили. Сколько раз в день? Ну, раза четыре, наверное, в день. Да, ребят, кому-то достаточно того, что ему дают еды. Едают еды дважды в день, не четыре раза. Хочешь здесь остаться, да? Да. У меня здесь друзей много. А Задик уезжает, твой друг. Да, фу, тут нет. Ты что? Его друг уезжает. Помните, когда... Закрой уши. Закрой уши. Помните, когда животные... Ты не слышишь меня? Когда животные бежали, бежали, и там вот это вот... И вот ребенок это все вспомнил в флажбеке. Я не могу говорить, я ему разревется, если я скажу то, что я могу сказать. Короче, страшная ситуация, но младший брат смог подколоть старшего. Лев, что ты плачешь? А, Лев. Капитание, от меня пока тебя не столкнулось. Брат, походу, немного нестабилен. Из того, что я услышал, и того, что мы вам оставили. Ладно, ты серьезно хочешь это обсудить? Ну, он срывает внутреннюю свою злобу и прочее над своим младшим братом. Судя по тому, что он сидит и плачет. Да. вопрос, почему ты плачешь, он вообще некорректен в данном случае, потому что мальчик-подросток, правильно? Он вот только-только вошел в кубертат. Скорее всего, у него депрессия. Такая вяло-текущая, постоянная депрессия. Натуральная. Здравствуйте, Анатолия Михайловна. Подождите, а вы корреспондент Первого канала? Я так и вижу, что он сидит в кабинете в маске. Одна. Одна. Семью мы постоянно контролируем. Она у нас на сопровождении не состоит в органах опеки. А почему вы их не готовы на лишение родительских прав? Нету оснований? Не было сигнала. Сигнал нужен. У других оснований больше. И вообще. Мы с вами договаривались сценария надела маску. Что за вопросы такие подковыристые? А вы когда были? Мы вчера были там. Но закрыть глаза на то, что дети не доедают и берут еду из школы одну сосиску и ее жадно едят ну, экстренная ситуация. Он так аппетитно кушает. Да вообще, я тоже сосисечку захотела. Да. Но она у нее еще такая прикольненькая, прикосильненькая. Она пожарит. Дайте сосиску куплю, пожалуйста. Ваши воспоминания. Ну а почему я раньше этого не сделала? А потому что у нас не было информации. У нас сигнал не было! Сигнал не было! Ребят, я вам сигнал даю. Если хотите паблику на кусочек сосисочки приходите на стримы. Мы поблагодарим всех, кто нас поддерживает. Жадный ел сосиску, которую он принес из школы. Не сосиску, это колбаса вареная и жареная. Он ее принес из школы. Она валялась долго на грязном столе. Потом он сам себе ее пожарил. Потом пришел Тимур. Про него сняли выпуск. С дальней экспертизы колбасы оказалось... Тимур не пожарился. Вкус и запах сосисок подозрения не вызвал. Так что подвоха иркутянин не ожидал. Он ее принес из школы. Она валялась долго на грязном столе. Одну сразу же сел махом. Ну, даже не варил. Как бы так делать. Ребенок Маугли, несмотря на то, что он держит вилку в руках. Потом он сам себе ее пожарил. Все съел. Лег спать. Вот то, как он ее ел, долго будет стоять у меня перед глазами. Начались недуги. Стало очень плохо. Чтобы выяснить, опасна ли покупка, специалисты исследуют ее на микробиологические посевы. Ни одного опасного микроорганизма в продукте не обнаружили. Так что причиной недуга стали не сосиски, а что-то другое. Колбаса вареная. Так, изначально, что жалеть? Нам канал, которому дают миллиарды, рассказывает про то, что как плохо живут обычные люди. Электорат Путина. И мы такие, ну, если кто-то нам не дал образование, достаточный уровень, забил на селы, деревни, города и прочее, все, кроме Москвы, ну, я должен сказать, мне жаль людей. Паш, ну дети-то вот эти конкретно, они не виноваты, что их родили, понимаешь? Я вообще считаю, что появление на этот свет это самая большая ошибка, которая может произойти. Потому что вы ничего не можете гарантировать вашему человеку будущему, которого вы решили воспризвести. Но это лично мое мнение, я абсолютно как бы его никуда не вставляю, да, я просто сижу с ним тихо и держу. Как он ее ел, долго будет стоять у меня перед глазами, это точно. Ребенок Маугли, несмотря на то, что он держит вилку в руках. Это не колбаса, гордон. Это сосиска, разрезанная вдоль, поджаренная на сковородке. Гордон настолько ничего не видит, что он не понимает, что это сосиска, а не колбаска. А знаете, кто не кушает такие сосиски поджаренные? Наши патроны бустяняты. Они на экране бегают, радуются, они видят мальчика, который ест сосиску, и они не скажут, что он ест колбасу, потому что они кушали когда-то сосиски, но потом перешли на... Мраморную говядину. Мраморную говядину. Все когда не будем на этом уровне комфорта. Если хотите оказаться сам раньше, заходите на бусте патрон, поддерживайте нас. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, что были сегодня с нами. Заходите в комментарии, пишите, что хотите увидеть. Присылайте ссылочки, присылайте названицы, присылайте идейки. Все, что хотите, пишите. Комментарии плохие пишите. Я, возможно, что-то сказала не так. Мне очень сложно было. Всем пока, хорошего настроения. До свидания. Продолжение следует...